Все, я вас вижу. Так, ну давай рассказывай, кто, откуда и зачем. Здравствуйте, я из Казахстана. Не знаю, в рекомендациях вы мне попались. И вопрос, ну, не вопрос, а как... Ну, проповедуйте, да, православную, христианскую? Сколько лет тебе? Ну, в этом году 21 будет. 20? 21. 21, а... Ну так, у нас все записывается и выставляется в интернет. Ты не против? Не, не против, не против. Так, ну и говорите, что дальше? Ну, вопрос такой, то что, ну вот, как в Казахстане, у нас же мусульмане живут, ну, ислам, я имею в виду, религия. Вот. Ну и бабушка еще в детстве всегда говорила, ну, про Аллаха это. Вот, а спустя времени почему-то мне приснился Иисус Христос, я это помню. Вот, только вот не помню, три или четыре раза мне приснился. Вот. Во сне мы там что-то на облаках были, я еще в Белом Адзиане был, я помню. Он мне какую-то книгу дал и руку на плечо положил, я это все помню. Вот. Потом какая-то еще сон какой-то был, то, что какая-то большая книга была. По-моему, это книга жизни была, она большая такая была. И во сне я что-то там свое имя писал, только это не русский язык был, а какой-то непонятный язык какой-то был. Но я это понимал, этот язык. Ну, так, не знаю, что это за язык. Вот, какой-то сон просился и не понимаю, почему, ну, раньше, как я был мусульманином, а почему мне Христос приснился, вот. А говорят то, что иногда бесы, ну, как, воспринимают облик, там, ангела или спасителя, как чтобы, ну, чтобы сбить с пути, там, не знаю. Ну, как говорят же, вот, как, ну, священники или как там. Вот. И не знаете, что это значит вообще? Ну, а там что еще видел во сне дальше? Ты как, в каком виде Христос? Шел он, сидел, разговаривал? Нет, мы как будто парили на облаках, там везде все светло было. И, ну, как, не знаю, может, это рай, рай можно назвать, я не знаю. Вот. И мы были в белых одеяниях, вот. И он тоже был в белом одеянии. Так, а ты куришь, нет? Нет, я не курю и не пью. И никаких наркотиков не принимаешь? Нет, я спортсмен сам. А то есть такой, ну, роман у Льва этого, Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазова. Ну, там так вот допрашивали, он там видел, двери открыты или не открыты там были. Ну, маленько я простыл, мне там хозяйка приготовил. Так, я говорю, не только эти двери, эти райские двери могли быть открыты. Да, нет, я ничего не понимаю. Ну, хорошо. Так, у нас святые отцы, это те, которые признаны, канонизированы. Иоанн Косян пишет так. Если, вот, разбирайся, сон трех родов бывает. От Бога. Угу. Второе, от дьявола, когда дьявол желает что-то вести человека в заблуждение или навеять какие-то мечты. И третье, от заботы, от переедания. Когда человек спит, у него на животе слон стоит. Так вот, если он во сне видит, определить, один определитель, если видел крест, распятие, крест, крест на храме на православном стоит, или ты видел просто где-то еще на каком-то холме, разницы нету, или в руке, но распятие держал, кто-то шел. Сто процентов, что это от Бога. Дьявол может показать все, что хочешь, и Христа покажет. А крест не может показать. А насчет вот креста, не знаю, еще какой-то сон был? Ну, не знаю, я не фантазер, я ничего не фантазировал. Я не закончил, вы заметили, я полпредложения говорю, прервали меня. А, все, извините, да-да-да. А почему отвечает так? То есть мы Христа не знаем, какой он. И поэтому дьявол может что угодно показать. А когда ему клонятся в ногу, то смотрят там, у него куриные ножки. Это житие Исааки Печерского об этом говорит. Так неоднократно было. А крест, у него материала нет. Крест мы определенно, четко знаем, какой. Он не может никакой показать крест. Он один. А крест это любовь к Христову, что Христос умер за наши грехи. А у дьявола нет любви. У него раздор, ссоры, зависть, уничтожить. Вот такое дело. Так что нас ныне надо обращать внимание. У вас Библия-то есть дома? Нет, Библии нет дома. А Библии нет. Так ты... Ну, что же сказать тут на это. Вот, дело в том, что вот... Имею в виду, я о Христе-то ничего не знал особо. Вот у меня религия... Так не смотри, я буду сейчас переключать Библию, место Писания открывать. А вы пока рассказывайте. Ага. Имею в виду, то, что у нас религия ислам была, вот. И почему мне именно христианский Христос приснился, вот. Я о нем даже ничего не знал. Еще мы с бабушкой как-то шутили друг над другом. Она говорит, вот я скоро, ну, умру, не плачьте там, ну, в рай или в ад пойдет. Ну, как Бог спасует. Вот. Ну, мы шутили такие, говорим, ну, как после смерти, ты знаешь какой-то, ну, дашь какой-то знак, короче. И бабушка сказала, да, конечно, да. Ну, и, в общем, когда она умерла, я помню, она мне сразу же приснилась, вот, когда она умерла, вот, день прошел. Вот. У нее же как религия ислам была у бабушки. Вот. И, ну, она сама мирный человек была, она ничего против не говорила, и против христианства ничего говорила. Но я помню то, что мы были в каком-то пространстве, там было все темное такое, серое. Она еще какая-то одета была в каком-то порванном одежде. Вот. Ну, я у нее спрашиваю, ну, как там, ну, как живется на том свете, вот. А бабушка сказала то, что никак, там ничего нету, там пустота, ничего не существует. А потом я спросил, ну, почему-то, то есть, я спросил, а тебя Христос не принял? Она сказала, меня нет, Христос не принял. Вот. А я как-то читал то, что если спасителя, ну, если не принят спасителя, то даже если ты будешь как бы хороший человек, то ты будешь в каком-то пространстве, где не будет ни света, ничего, там, тьма что ли, что-то такое будет. Я вот читал что-то такое. Вот. Вот. И на следующий день, ну, я пошел в церковь, просто попробовал помолиться по-христиански. Да. Свечу поставил, как усопшим, говорят же, вот. Помолился. Это, ну, я чувствовал то, что Бог как будто рядом. Я не знаю, это, может быть, не описать словами, но ты как бы сердцем или душой это чувствуешь, то, что Он рядом слушает тебя или понимает. Вот. Ну, я потом попробовал молиться так же, как бы, ну, как сказать, честно. Вот. А потом на следующий день, ну, не на следующий день, через некоторое время она мне приснилась, бабушка. Но там уже было другое пространство. Там было, ну, не знаю, там свет был такой яркий, там радость какая-то была, не знаю. Там люди какие-то веселились, я не знаю, что за люди, родственники или кто там были. Вот. И она в конце сказала то, что Христос меня принял, и она улыбалась и куда-то ушла, не знаю куда. Вот. И как-то так. А некоторые священники говорят то, что если ты, ну, не крещённый или не принял Христа, то после смерти ты всё равно отправишься в ад. А мне такое снится то, что, ну, как-то непонятно как-то. Вот. И я не понимаю тех людей, священников или мусульман, то, что они, как бы, судят людей, то, что вот кто-то пойдёт в ад, кто-то пойдёт в рай, ну, откуда они это всё знают? Они же не знают, что будет. Вот. Вот. Вот так вот как-то. Ну, понятно. Так, а бабушка-то ваша, когда была или кто-то, мама, они сны вам рассказывали когда-то? Какие-то сны, что они видели? Ну, мне мама сказала то, что после смерти бабушка приснилась, то, что, ну, у нас возле дома такой оврагчик есть, овраг. Вот. Она была в чёрном одеянии, ну, мне мама сказала то, что. И мама такая думает, а что она там делает, зачем она спускается? А бабушка что-то, ну, на неё посмотрела, улыбалась и сказала то, что туда тебе нельзя. И, ну, как бы, вниз, типа, спустилась. А мама, типа, туда войти не смогла. Вот. Ну, она так сон рассказала. Понятно. А кто у вас? А отец-то с вами жил, нет? Нет. Я с родителями, да, живу. С мамой, с папой. И когда вот свадьба была у сестры у нас дома, когда родственников встречали новых, тогда родственники о бабушке рассказывали, потом о исламе что-то там начали включать вот этот Куран, как они поют же вот на мечетях, читают же молитвы. Да. Вот. Ну, я тогда про сон рассказал, ему очень интересно стало про Христа, про Иисуса. Вот. Ему очень тоже стало очень интересно, и они тоже начали со мной общаться насчет этой темы. И также не могли понять, почему именно Христос во всем этом, ну, как бы, смешан. Вот. Хотя бабушка исповедовала ислам. Понятно. Да. Вот так, я какое еще могу прочитать тут, и у нас есть такое Слово Божие. Видите, я для вас что бы ни говорил, для вас авторитета Слова Божия нет. Вот это плохо. Если бы вы были... Ну, я знаю вот эти заповеди «не убей», «не прелюбодействуй», вот эти заповеди. Но, как бы, я, наверное, считаю то, что, наверное, у Бога есть понятие. В смысле, вот, ну, вот, например, люди, вот, например, в джунглях, да, живут, или в самом Китае. Вот они же, например, ничего же не знают о Христе, вот, ну, о православии, к примеру. Вот. И вот как священники говорят то, что они автоматически попадут в ад. Ну, это же как-то несправедливо, вот, к примеру. Ну, я так считаю. Ну, да, сейчас и так. Да, ну, если у человека есть такое понятие, в смысле, если человек может такое понять, неужели Бог не может понять? И неужели у него любовь, как говорится, не может быть выше закона, в смысле, любовь? Ну, любовь же, это как истина, говорится, любовь, это жизнь. Неужели нету, ну, там, уступок? Ну, хорошо, сейчас я буду отвечать. Вопрос я понял. Так, ручку, карандаш возьми сегодня, чтобы записывать. Ну, давайте, на компьютере можно, да, записать? Нет, у вас должна быть ручка и бумага, карандаш. Потому что я буду несколько мест Библии называть, а потом отдельно буду считать. Ты сейчас не верь мне, Павел, тебе нужды нет мне верить. Но я дам данные, покажу, где и что, и как. Сам потом почитаешь. Всё, хорошо, сейчас найду ручку. Давай, давай. Ручку там, карандаш что-нибудь. Спасибо. 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 Секунду. Так, записывай. Сирах. Сирах. Это книга Сирахова, она почти не каноническая. Сирах. 34, четвёртая глава. Прямо записывай. Только обязательно, чтобы это прочитал, потом сам подробно подумал. Сирах, тридцать четвёртая глава? Да, тридцать четвёртая глава. Сирах. Буква С первая. Степан. Сирах. Это сын Сирахов. Тридцать четвёртая глава с первого стиха. Семь стихов. С первого по седьмой. Это немного совсем. Можешь заучить наизусть. Память у тебя хорошая? Ну, да. В принципе. А спорт? Каким видом занимаешься спорта? Ну, это я с детства занимаюсь и рукопашным боем, и каратэ, и борьбой, и лёгкой атлетикой. Понятно. Чисто мусульманский вид спорта. Вот они не идут на другое. Ну, например, у меня вот... На прыжках в высоту, вот где есть, их нигде нет. Они вот это, борьба без правил, это вот они всё такое и есть. Это тоже не случайно. Это... Нет. Я... У меня вот друзья вот есть некоторые мусульманы, которые ислам исповедуют. Вот. И мне с ними иногда бывает тяжело разговаривать о Христе, потому что они, ну не знаю, спыльчивы бывают. Ну, ладно. Будем считать. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного. Запятая. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного. Запятая. И сонные грёзы окрыляют глупых. Кто с нам верит, тот глупый человек. Они его окрыляют. Я видел. Вот то другое. Я сказал. Пошёл там. А то православных полно такого тоже. Второе. Как обнимающий тень. Или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Тень. Знаешь, что такое тень? Вот солнышко падает, и на землю тень. Вот её обнять. Да, я русский хорошо знаю. Обнять. Тень? Тень. Обнять можешь? Нет. Нет. Тут описано, как обнимающий тень. Или гонящийся за ветром. За ветром не гонялся никогда? Нет. А когда ветер, ты за ним гонишься и скажи, обгоню, я спортсмен. Вот так и говоришь сновидением. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица. С зеркала смотреть. От нечистого, что может быть чистого? И от ложного, что может быть истинного? Гадание, приметы и сновидения, суета. И сердце наполняется мечтами, как урождающие. Она ещё не родила, уже у меня сын будет такой-то, работать будет, я буду там. Она мечтает, а ещё не родила. Если они не будут посланы от Всевышнего, для уразумления, не прилагай к ним сердце твоего. А дальше пиши, прямо запиши седьмой стих, последний. Запиши словами. Сновидение ввели многих в заблуждение и надеявшиеся на них, надеявшиеся на сны, надеявшиеся на них, подверглись падению. Подверглись падению, то есть, он никуда не пойдёт. Сновидение ввели многих в заблуждение, запятая. И надеявшиеся на них, подверглись падению. Всё. Вот ответ. Креста ты не видел, значит, враг может тебя просто смущать и никакого не понимать. Нет, как сказать креста, у меня однажды сон какой-то проснился, только я, получается, крест, он на мне был такой. Нет, если видел. Даша, пустые и ложные надежды. Пустые и ложные надежды. Запиши первый стих. Нет, я это записал. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного. И сонные грёзы окрыляют глупых. Сонные грёзы во сне не во сне так и окрыляют глупых. Всё, к этому не возвращаемся. Значит, это первое. Второе. Вы считаете так, что бывает человек хороший, ну а он верит по-своему, как мусульманин, буддист, язычник. Но он хороший человек. Помогает другим, заботится о матери, об отце. Это правильно. Это, конечно, хорошо. Но Господь говорит, буду судить по слову. Запишите. Иоанн. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 12.48. 12.48. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 12.48. Вот. Иоанн. Я сейчас его прочитаю. Иоанна. 12.48. Так. Что тут у меня Иоанна. Теперь нужен двенадцатая глава. Что у меня тут? Два. Что тут? А почему у меня нет? Вот здесь искать-то надо. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Да не надо мне искать. Вот здесь. Я тогда вот где, прямо по этой Открываю, прям сразу У меня время тут не будет Я вижу, фотография мешает, я ее раскидываю Опять 12.48 Запишите 12.48 И.О.А Я понял, понял, я записал 12.48 Отвергающий меня Меня с большой буквы И не принимающий слов моих То есть я вот вам буду местописание считать Да ну, да это мало ли чего У нас там написано Отвергающий меня с большой буквы Христа И не принимающий слов моих Имеет судью себе Имеет судью себе двоеточие Слово, которое я говорил Оно будет судить его в последний день Которое я говорил Оно будет судить его в последний день Вот это слово будет судьею И поэтому Когда я первый раз прочитал это Я понял Все остальные мои знания Должны подойти под этот стих Если это не от Бога А я очень сильно был увлечен Грамотой, изучением языков Ну там Тогдашнее Это было в 62-м году Там и радиотехника Еще такого мне не хватало Политические разные строи Я понял Ничего мне этого не надо Мне нужно познать заповеди Божии Я в 123 года обратился И я стал считать И я увидел Когда Бог показал Кто такой я Самое главное Это я сам себя не знаю А Господь говорит Путь если хочешь сделать Тоже три ступеньки сделать Пройти Отвергнись себя Первое Запиши себе Где-то А как понятие Отвергнуть себя Я потом расскажу Отвергнись себя То есть сначала Чтобы себя отвергнуть Я надо узнать Кто ты А чего я буду отвергать Когда я не знаю Второе Отвергнись себя Возьми крест свой Крест И третье Следуй за мной За Христом Отвергнись себя То есть растопчи Выбрось свое я Если глаз тебя соблазняет Вырви глаз от себя И брось Лучше с одним глазом спастись Рука соблазняет Отруби руку Ногу Это речь говорится О товарищах О друзьях Которые как глаз Для тебя Без которых Ты жить не можешь Что толку Что у тебя будет идти Все хорошо Ты спасмен Чемпион А душа будет в аду Душа будет гореть Вот это и говорит Что имеет судью В последний день А вот теперь Мы поверили в это Если Теперь открываем Это же Евангелие от Иоанна Третья глава Евангелие от Иоанна Третья глава Шестнадцатый стих Называется это Библия в миниатюре Вся Библия в одном стихе Иоанна Третья глава Иоанна Третья глава Но чтобы мир был спасен Через него Верующий в него Во Христа Не судится А неверующий уже осужден Потому что не уверен Во имя Единородного Сына Божия Ни доброта Ни доброта Ничего здесь не написано А почему Дальше написано Суд Суд состоит в том Что свет пришел в мир Но люди более возлюбили тьму Нежели свет Потому что дела их были злы Ибо всякий делающий злое Ненавидит свет И не идет к свету Чтобы не обречились дела его Потому что они злы А поступающий по правде И идет к свету Ко Христу Дабы явно были дела его Потому что они в Боге соделаны И вот тридцать шестой стих Дальше читаем Верующий в Сына Не в какие-то другие божества Не в каких пророков А в Сына Имеет жизнь вечную А неверующий в Сына Не увидит жизни Но гнев Божий пребывает на нем Гнев почему Ты восстал против Божьего Бог назначил путь спасения А не так я сам придумал Чтобы понять что такое спасение Надо понять что такое смерть Вот когда люди говорят вам Ну кто-то Начинает задавать А что раньше появилось Курица или Исо Спрашивали так? Нет Ну не знаю даже Ну курица или Исо Раньше появилось Ответ один Курица Почему? Мы читаем первую книгу Библии Вот мы сейчас ее откроем Так я сейчас открываю Книга называется Бытие Первая глава Первый стих И вот считаем Вы никогда не читали ее Библию-то? Нет Я вот на время потом думал Может Вот слушай Немножко прочитаем Откуда курица взялась Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была безвидной пуста И тьма над бездною И Дух Божий носился над водой Дух и Божий С большой буквы Это третье лицо Троицы И сказал Бог Да будет свет А, я это знаю Знаешь, хорошо Еще раз Не повредит И назвал Бог свет днем И тьму ночью И был вечер Было утро День один И сказал Бог Да будет твердь посреди воды И да отделяет она воду от воды И создал Бог твердь И отделил воду Которая под твердью От воды Которая над твердью И стало так И назвал Бог твердь небом И был вечер Было утро День второй И сказал Бог Да соберется вода Которая под небом В одно место И да явится суша И стало так И назвал Бог сушу землею А собрание вод Назвал морями И увидел Бог Что это хорошо И сказал Бог Да произрастит земля зелень Траву Сеющую семя Дерево плодовитое Приносящее по роду Своему плод В котором семя его на земле И стало так И произвела земля зелень Траву Сеющую семя Породу ее Ну как Если бы Росла полынь Полынь Если это Ну все одинаково И дерево Приносящее плод В котором семя его Порода его От яблони Никак груша не вырастет Виноград не вырастет И увидел Бог Что это хорошо И был вечер И было утро День третий И сказал Бог Да будут светило На твердью небесное Для деления дня От ночи И знамений И времен И дней И годов И да будут они Светильниками На твердью небесное Чтобы светить на землю И стало так И создал Бог Два светила великой Светила большая Для управления днем И светила меньшая Для управления ночью И звезды И поставил их Бог На твердью небесное Чтобы светить на землю И управлять днем И ночью И отделять свет от тьмы И увидел Бог Что это хорошо И был вечер И было утро День четвертый А всего Дней семь И сказал Бог Да произведет вода Присмыкающихся Души живую И птицы Да полетят над землей По твердью небесной И сотворил Бог Рыб больших И всякую душу Животных Присмыкающихся Которая Произвала вода Породу их И всякую птицу Пернатую И породу ее Что раньше появилось Курица И увидел Бог Что это хорошо И благословил их Бог говоря Плодитесь И размножайтесь Вот яйцо появилось И наполняйте воды В морях И птицы Да размножаются На земле И был вечер И было утро День пятый И сказал Бог Да произведет земля Душу живую По роду ее Скотовых гадов И зверей земных По роду их И стало так И создал Бог Зверей земных По роду их И скот По роду его И всех гадов земных По роду их И увидел Бог Что это хорошо И сказал Бог Это все идет Отдельно В шестой день И сказал Бог Сотворим человека По образу нашему С большой буквы нашему По подобию нашему С большой буквы И да владышествуют они Над рыбами морскими Над птицами небесными И над скотом И над всей землей И над всеми гадами Присмыкающимся по земле И сотворил Бог человека По образу своему По образу Божию Сотворил его Мужчину и женщину Сотворил их И благословил их Бог И сказал им Плодитесь И размножайтесь И наполняйте землю И обладайте ею И владышествуйте Над рыбами морскими Над птицами небесными И над всяким животным Присмыкающимся по земле И сказал Бог Вот я дал вам Всякую траву Сеющую семя Какая есть на всей земле И всякое дерево Которое плод древесный Сеющий семя Вам себе будет в пищу И всем зверям земным Это первая глава У нее 21 стих А теперь Что дальше будет Глава 3 Самая трагическая Глава в Библии Змей был хитрее всех Зверей полевых Которых создал Господь Господь создал И сказал змей жене Подлинность Сказал Бог Не ешьте ни от какого дерева В раю А когда Бог это говорил Ева-то еще не было Она из рыбы разделана И сказала жена змею Плоды из дерева Мы можем есть Только плодов дерева Которых посреди рая Сказал Бог Не ешьте их И не прикасайтесь к ним Чтобы вам не умереть Дерево знаний Виноград Все Только одно дерево нельзя И сказал змей жене Нет Не умрете Но знает Бог Что в день В который вы вкусите их Откроются глаза ваши И вы будете Как боги Знающие добро И зло И увидела жена Что дерево Хорошо для пищи И что оно приятно Для глаз И вожделенно Потому что Дает знания И взяла плодов его И ела И дала мужу Так же своему И он ел И открылись глаза У них обоих И узнали они Что они наги Голые А до этого не видели И шили смоком Голые листья И сделали себе Поясание А дальше Бог их Начинает наказывать Вот по нашим Если У вас сад Когда-то был Нет Свой сад Ну Да Ну хорошо И вот к вам залез Какой-то там Мальчишка А Адам Он как совсем Мальчишка Он еще не понимал И сорвал там Один или два Яблока Или груши Что ты с ним Сделать будешь Ну Ну в смысле Не знаю Ругать наверное Или как Ну а что ругать Он ничего не понимал Нет В смысле Нет Ну маленького ребенка Ругать не буду Ну в смысле Типа так нельзя Пазуху сказал Ты других угости На тебе Ну Он не ломал ветки Там Ну еще дерево Было бы что ли Это справедливо Было бы да Нет Ну ко мне Маленький Лазит Я ничего не говорю Вообще Ну понятно Если он ломает Лазит чужой То я бы Отшлепал его И все Ну не больше того Сказал иди Папке и мамке Скажи Чтоб тебе добавили Чтоб по чужим садам Не лазил Но сад то его был Он свой плод сорвал Его Бог сам посадил Это не чужой был Ну какое наказание Бог дал Знаешь нет Ну то что они Стали смертными Вкусили грех смерти За грех смерти И сколько умерло уже Ну Потом пришел Христос Чтобы Я вопрос задаю Сколько человек Умерло Из-за того что Адам вот сорвал Плод и ел Ева сорвала Я не знаю Много наверное Ну сколько много Пять Десять Двадцать Я не знаю Не знаю Запиши себе Запиши и не упади Держись за стол Ты когда Видел Чтобы Рядом лежало Сто мертвецов убитых Нет Нет Не видел Это страшная Нет Ну в могилах только Ну да Это страшная Картина Да Умерло Больше ста миллиардов Запиши себе И умерло Более Ста миллиардов Ну Примерно Как люди размножаются Так считали Семь тысяч Этот Адам и Ева Там было сто миллионов людей Что ли Или как Не было Которые от них родились Не миллионов А миллиардов А как они это сделали Ну если так узнать Ну в смысле Два От них дети А от этих детей Другие дети родились И люди то размножаются Сейчас на земле Семь с половиной миллиардов В данный момент Вот сейчас Семь с половиной миллиардов Вот в Великую Отечественную войну В мире погибло Больше пятидесяти миллионов Миллионов Война Да Воевали Долбили Атомные бомбы Сбрасывали Пятьдесят миллионов А это сто миллиардов Вот так Так вот У Бога Другая шкала Дорогой мой Другая По нашему Ну Были люди добрые Бабушка ваша добрая Но она умерла Родители наши Мои родители умерли У меня два брата умерло А их На самом деле Четыре Четыре даже умерло Два в детстве За что От Адама и Евы Вошел грех Это называется Смерть Первая Первая смерть По счету Вторая Первая Когда Адам вкусил Первая А вторая Когда умер телом Он согрешил душой Он стал мертвый То есть он нормально Как будто бы живет А у него уже появилась Внутри Щервоточина Гниль Теперь это дерево Начинает гнить Он поразился Этой бациллой греха Непослушание Богу И вот поэтому Бог отец А Бог Есть любовь Он посылает На землю Единородного То есть от одного Сына Иисуса Христа Ну а что Бога Два Бога Бог отец Бог сын И Бог дух святой Но си Три суть единая Мусульмане Троицы Это Троицы Это нельзя понять Мусульмане Мерясь своим Плотским умом Я им говорю Это Бог Бог в таком виде Открылся А где написано Что Бог Что Христа Это Бог Я им открываю Евангелие Теона Десятая глава Тридцатый стих Я и Отец Одно Одно Двое Но это одно А как Это другая Сфера измерения Надо только верить Написано Верующий в Сына А не понимающий Если ты Говоришь А как я буду верить Упрешься Ничего не будет На этом умрешь Православные Христиане Вот уже две тысячи лет Верят именно так Как написано в Писании Вот Если Он Послал Сына Своего Который умер За наши грехи А мы в это не верим То лучше бы нам не родиться Верующий в Сына Он заместитель Христос безгрешный И взял на Себя грехи мира Я это знаю А можно вот задать вопрос Давай Вы же говорите Вот как смерть первая Вот Адам и Ева Потом смерть вторая Ну я понял Да А почему тогда Вот если вот Христос пришел Он умер за нас Все наши грехи Взял Чтобы у нас была Жизнь вечная Тогда почему до сих пор Люди продолжают умирать А вот потому и Умирают Даже после этого Потому что мы говорим То что случилось Оно перешло На тело наше По телу А когда он воскресил Души которые отдаются Богу Это не просто так Душой ты воскрес И понимаешь Что тело это воскреснет Смерть уже не царствует Христос говорит Верующий в меня не умрет Но будет жить вечно Господи Ну мы же умираем Это сон Сон Когда Лазарь умер Четыре дня И все говорят он умер А Господь говорит он уснул И говорит Встань спящий Воскресни из мертвых Для верующего смерти нету Переход из жизни в жизнь Сон Он умер за нас Христос уснул Чтобы понятнее было Духовная смерть И все облечет за собой телесно Христос не имеет Духовной смерти И от первого воскрешения Это через веру Там через веру дьявола умерли А здесь через веру во Христа Воскресают Или мы признаем Или не признаем Другого в Библии нету Еще знаете Как Алич Или как зовут Забыл Ну Профессор тоже православный Алич Или как Ну да Так А какого человека Спрашивайте Александр Алич Алич Или Забыл Правильный имя Фамилию его Осипов что ли Да Осипов Алексей Ильич Алексей Ильич Он как то говорил То что Ну вот Как говорили же Про Адам и Еву Вот Вкусил Умер Вот Но он сказал то что Вы наверное думаете То что Бог этого не знал Он все это прекрасно Стал Чтобы Ну что он допустил Этого Но Люди Должны понять Одно То что Не вкусив Горького Не может оценить Сладкого То есть Человек должен Был То есть Почувствовать Смерть Грусть Вот это все Тьму Чтобы Ценить Рай Вот это все Он в смысле Вот так Думал Можно и так сказать Это теория конечно Но Мы утверждать Это не можем Но смысл Понятно Вот чтобы мне Понять Какая вода Хорошая Не надо мне в пустыне быть Чтобы у меня кровь Свернулась И тромбоз получился Я и так знаю День не беру В роту пересохло Дышать нечем И так есть В раю Адам Когда не вкусили греха Они не испытали Скорби Печали Они все Радовались И веселились С Богом Ну а так Это можно сказать Чтобы человек Понял Как ему трудно Вот Когда посадят человека Закрещенный Начинает думать И рисует Колючую проволоку И написано Свободу понимает Только тот Кто лишился ее Я в ней не думал Ходил Прыгал Купался И вдруг я никуда У меня наручники День и ночь Вот я сидел Не один раз За слово Божие Я не преступник Я знаю Да Вы говорили в видео Господь вывел меня Я реабилитирован Льготы какие С государства Рассчиталось Вернули Что у меня изъяли То есть Преступнику не возвращают Он преступник Пожизненно Бог Избрал нас И дал нам Веру Еще один вопрос А можно Имеет жизнь вечную Просто ты поверь Я знаю Это Живи Так как он заповедует Евангелие говорит А как другие А как там мусульмане Я должен о себе думать Вот я сегодня Беседовал с мусульманами Вчера Мы беседовали Я ему открывал Вот мы У нас священник У них мула называется Мула И мы с мулы Дома ночевали Когда путешествия были В Баку Я знаю Я это видео смотрел А смерть Мы согласились Делающий грех Умрет Смерть Возмездие за грех Смерть Ну а как дальше Это быть Ну я буду добрый Ну ты уже Сидишь в тюрьме Тебя уже приговорили К смерти А я буду добрый Ты приговоренный К смерти Твоя доброта Вот насчет этого Неужели В смысле Бог не может быть Выше закона Проявляя В смысле Любовь В смысле Если он Совершенный Любовь Как говорит Я совершенная Любовь Бог в смысле Так говорит Неужели Тогда он Выше не может Мы не можем Ставить Мы должны Или верить Или не верить Говорят А что Бог всемогущий Начинает Ну да Все сильные А может Он камень Сделать Который сам Не сдвинет Я говорю Дурной Шалабант А там у тебя Камень Уже мозгов нет Бог зачем будет Это делать Говорят Все могу Я говорю Не Бог Многое не может Делать Например Написано Бог не может Солгать Он не может И Бог не может Отречься Сказал и не сделает Этого никак не может быть Он не может Отречься Самого себя Бог не может Делать бесполезное Ненужное Вот так тебе Этот камень Здесь В мозге Бог Спаситель мира Он невидимый Он есть дух И вот Есть сейчас Скорость света Какая Знаешь 300 километров в час Секунду 300 тысяч километров 300 тысяч километров Если взять год За год Сколько Луч света пройдет Я не знаю Но это много Да у тебя Не хватит названия Это За год 365 дней Так есть Светила Которые обнаружены До которых Два или три Миллиарда Световых лет Ну конечно Мощнейшие телескопы Определяют там По колебаниям По колебаниям А там Бог есть Везде есть А где конец вселенной Нет конца ей Вот и сразу Человек в тупике Как Ну как И так и вечность Человек бессмертный А сколько Никак Но люди придумали Бесконечность Изображать восьмеркой На боку То есть Хоть сколько крутит Так и будет Восьмерка на боку Так Бог бесконечен И по образу своему Создал и человека И вот сегодня Для нас открыт Только один путь Деяние апостолов 4.12 Запиши-ка Деяние Пятая книга В Новом Завете Как Деяние Деяние Просто написать Деяние 4.12 Деяние апостолов Так книга называется Все Деяние апостолов 4.12 Ибо так возлюбил Нет другого имени Под небом Данного человеком Которым надлежало бы Нам спастись Нет другого имени Не надо даже Придумать А вот такой-то Там-то Открылся Нет другого имени А этот Как Эл Забыл на букву Называется Ибра И И Их Ну как Бога зовут Элох Или как Забыл Ну в Библии Имя Бога Это был Ягова А Яхва Да Ягова или Яхва Вот Это Это правда или как Ну это в оригинале Вот Мы говорим Иисус А в оригинале Иешуа По-юррейски Мы же Не с русского языка Это все приняли Мы русские Это приняли Через Грецию Говорят Там Ешуа А у вас Иисус Почему У греков Нету В алфавите Буквы Ш Вообще Нету Вот я Скажи так Мне купили Шубу А он Не может Мне купили Юбу Но это не Юба Это Шуба Сюба Это же Маленькие Ребятишки Вот Смотри Разговаривают А у всех Зубов-то нет Пять лет Какая на елке Хорошая Фывка Тот говорит Не фывка Хывка А тот говорит Не хывка А сыска То есть Они не могут Был в туши Сказать Зубов-то нету Вот так Греки Мы от них Получили А они Иисус Вот у нас Иерусалим А у евреев Правильно Иерушалайм Иерушалайм Вот Ну а почему так Ну язык такой Ну я понял Да Можно вот еще Один вопрос задать Если Вот Христос Ну как Истина И православное Христианство Истина То почему До христианства Было Много религий В смысле Начиная даже Тот же буддизм Вот он Самая первая религия Ну в нашей эре Как идет Те же Египетские Вот Потом Ну Как его Вавилоны Вот и так далее Ислам Вот почему Много путей Истина одна Почему в смысле Бог так делает Потому что Многие люди же Могут по ошибке уйти По разным путям Вот Почему все так Пятьсот божеств было Пятьсот разных названий Это Марс Юпитер Венера Аскрипий Кронос И каких только не было Ну А божества Один бог ветра Другой Солнца Третье Только для войны Марс 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 Губитель Плодородие Афродита Ну то есть Это язык Ну я понял Ну почему тогда Христос пришел Только после этого Как после всего Вот этого Произошедшего Когда люди Пустились во все Тяжкое Высчитано У Бога Я высчитано Говорю У Бога Это не высчитывается Он уже знает Вот Образно сказать Режиссура Божья И она И проектируется На землю И вот когда там Что было Это было Тенью будущих благ Закон Моисея Тень Вот чем ближе К стене Там допустим Лампочка кверху А ты книзу Широкие пальцы И чем ближе Они сужаются Более четкие Такие делаются И как только Ты руки коснулся До пола Соединилась Тень и рука Вот Все остальное Было тенью Будущих благ Пока было далеко Все расплывчато Чем ближе К Христу Тем больше Прояснялось Человечество Не может Получить прощение Ну было такое Допустим Человека осудили На пять лет А у него Ребятишки Он брат У которого Никого нет Он Разрешалось За него отбыть А нам какая разница Кто будет работать А этот который Там наехал На кого-то Его отпустили домой А тот пошел В России было в армию Одного призывают А тот уже женился Ну он с братом поговорил Ты сходи за меня Отслужи А служить-то Ни день Ни два Двадцать пять лет А то уже Пол жизни пройдет И они делали замену И вот здесь Господь берет Грехи мира Бывшего И последующие От Адама До последнего И на себе Понес крест И взял грех мира На себя Тут Или принял Я это понял Я это понял Вот у меня книга Отдельно У меня 38 книг вышло И отдельная книга Исламу посвященная Я разбираю Коран По буквам По сурам По аятам И что за 1300 лет Сказано было А у них Создатель их религии Мухаммад Умер В 632 году В 632 От Рождества Христова То есть на 6 столетий Позже появились А почему там так Ну в исламе же Христа воспринимают Просто как пророка И говорят То что он не умер А просто вознесся На небо Вот это вот различие Между христианством И между исламом Велико И у Аллаха Не может быть сына Он Бог У него не может быть Ни родителей Он вечен Вот так говорится Ну как-то так А почему они так говорят Ну а почему говорят Тогда потом увидим Вот смотрите Я считаю Деяние 17 глава Начинается она так Пройдя через Амфилохию Аполлонию Они пришли в Фессалонику Где была Иудейская синагога И Павел по само обыкновению Вошел и 3 субботы Говорил с ними Из Писаний То есть из Ветхого Завета Открывая и доказываем Что Христу Надлежало Пострадать И воскреснуть Из мертвых И что сей Христос Есть Иисус Которого я проповедую вам А то что где-то по-другому Нас это не касается Там можно писать день и ночь И некоторые из них Уверовали И присоединилась к Павлу И силе Как и зеленом Считающих Бога Великое множество И так и знатных женщин Немало Но не уверовавшие иудеи Никаких мусульман Еще в помине не было Возревновав И взяв с площади Некоторых негодных людей Собрались толпою И возмущали город И приступив к дому Иосона Домогались вывести их народу Ну и дальше Какие были события Тут начинают их бить Как поступают им И вот в ожидании Братья своих 16 стих В Афинах Павел возмутился духом При виде этого города Полного идолов Кому только не кланяются И мордук там у них И змеи И Ну в Индии-то змеям поклоняются Там крокодилам И так он рассуждал В синагоге с иудеями И с чтущими Бога Ежедневно на площади Со встречавшимся Некоторые из эпикурейских Истоических пилософов Стали спорить с ним И одни говорили Что хочет сказать Этот суеслов А другие Кажется он проповедует О чужих божествах Потому что он Благовестовал Об Иисусе И о воскресении Мертвых Иисуса Все так понимали И взяв его Привели в Ариапак И говорили Можем ли мы знать Это в их главном цирке Что это за новое учение Проповедуемое тобою Ибо что-то странное Ты влагаешь в уши наши Посему хотим знать Что это такое Афиняне же Все и живущие у них Иностранцы Ни в чем охоте Не проводили время Как в том Чтобы говорить Или слушать Что-нибудь новое И став Павел посреди Ариапака Сказал Афиняне По всему вижу я Что вы как бы Особенно набожны Ибо проходя И осматривая Ваши святыни Я нашел жертвенник На котором написано Неведомому Богу Вот этого-то Которого вы не знаете Чтите Я проповедую вам Бог сотворивший мир И все что в нем Он будущий Господом Неба и земли Не в рукотворенных Храмах живет И не требует Служения рук Человеческих Как бы имеющих В чем-либо нужду Сам Дая всему И жизнь Дыхание И все От одной крови От Адама и Евы Он произвел Вес рот человеческий Для обитания По всему лицу земли Назначив Предопределенные Времена И пределы Их обитанию Дабы они искали Бога Не ощутят ли Его И не найдут И хотя Он и недалеко От каждого Из нас Ибо мы Им Живем и движемся И существуем Как и некоторые Из ваших стихотворцев Говорили Мы его и род И так Мы будучи родом Божиим Не должны думать Что божество Подобно Золоту Или серебру Или камню Получившему Образ От искусства И вымысла Человеческого И так Оставляя Времена Неведения Бог Ныне Повелевает Людям Всем повсюду Покаяться Ибо Он Назначил День В который Будет Праведно Судить Вселенную Посредством Предопределенного Им мужа Кого Иисуса Христа Подав Удостоверение Всем Воскресив Его Из мертвых Причем Тут Не умирал Воскресив Услышав О воскресении Мертвых Одни Насмехались А другие Говорили Об этом Мы послушаем Тебя В другое Время И так Павел Вышел Из среды Их Вот это Вам ответ Мы ответ Должны Искать У Бога А не То что Я там Знаю Что-то Нет Ну Я просто Вас спрашив То что Вы как Религиозно В отличие Меня Смешают Вот Еще бывает Ну как в религии Написано Судный день То есть До судного дня Ты Ну как Будешь спать И Не в раю Не в аду Еще будешь До судного дня Нет Грешник идет Мучается Не в раю Не в аду Это До Христа Было До Христа А сейчас Христос На кресте Разбойнику Сказал Ныне же Будешь со мной В раю Сегодня же А сегодня Христос Был в могиле А Духом Он Бога Человек А Духом Он был в аду Да Духом Он был в небе Как Бог И там был Разбойник Который был Рядом Распир А другой Кулил Христа И пошел в ад Нет Там же говорили Этот Иисус Когда три дня Еще был мертв Он был в аду Чтобы из ада Вытащить людей В местах земли И вывел оттуда Всех покаявшихся Да И Получается Если сейчас Человек умрет Он будет пока Либо в аду Либо в раю Да А смысл тогда На суд на день Ему ходить Если он уже в аду Или уже в раю Это суд Божий Когда будет последний Сейчас временный суд Вот мы считаем Евангелие от Луки 16 глава Можешь записать Вам ответ где Лука 16 глава Вот читаем С 19 стиха Лука 16 Двоеточие 19 И до конца До 29 Некоторый человек Был богат Одевался в порфиру И весь сон И каждый день Пиршествовал Блистательно Был также Некоторый Нищий Именем Лазарь Который Лежал у ворот Его в струпьях И желал Напитаться Крошками Падающими Со стола Богача И псы Приходя Лизались С трупья Его Умер Нищен И отнесен Был ангелами На лон Аврамова Умер И богач И похоронили Его И в аде Будущий В муках В огне В аде В аде Он Он поднял И увидел И увидел Вдали Авраама Лазаря На лоне Его И воззапив Сказал Отче Аврааме Умилосердись Надо мной И пошли Лазаря Чтобы Помощил Конец Пальца Своего В воде Перста И проходил Язык Мой Ибо Я мучаюсь В пламени Сем В пламени Но Авраам Сказал Чада Вспомни Что ты получил Уже доброе Твое В жизни Твоей А лазарь Злое Ныне Он здесь Утешается А ты Страдаешь Это не рай Не рай А лона Некоторая До Христа А сверх Всего того Между нами И вами Утверждена Великая пропасть Так что Хотящие Перейти Отсюда К вам Не могут И так же Оттуда К нам Не переходят Тогда сказал Так прошу тебя Отче Отец Пошли его В дом Отца моего У меня пять братьев Пусть он засвидетельствует им Чтобы они не пришли В это место Мучения Авраам сказал У них есть Моисей По Мусульмански Муса Да Пусть слушают их Он сказал Нет Отче Авраам Но если кто из мертвых Придет к ним Покаются Тогда Авраам сказал ему Если Моисей Пророков Не слушают То если бы кто из мертвых Воскрес Не поверят Скажут Похоже был Да то обмирал Клиническая смерть Ну Не поверят Поэтому Верить в Слово Божие Это большее чудо Чем Воскрешать мертвых Вот так Толкует Святой Авраам Златоуст А вам не кажется Вот то что Когда вот Моисей Принес Десять заповедей Вот в то время И люди были Ну как сказать Очень Все религиозные И Ну Как сказать Ну как сказать Все Спыльчивые Можно так сказать Религиозные Ну вот Если ты заденешь Религиозные чувства То тебя там Камнями забивают И так далее Вот А потом Пришел Христос Чтобы освободить Их от этой цепи Религиозной Ну как Он же говорил Вот И все говорили Как ты Почему так поступаешь Ну Иисус Ведь Моисей Велел так делать Так Ну и так далее То есть Они были Слишком зависимы В цепях Вот Вам не кажется То что сейчас В наше время То же самое Так же Перед пришествием Христа Как бы Этот как бы Идет Ну как То же самое Вот например Сейчас люди То же самое Как спульчивые Все И как в цепях Религиозные Все религиозные Если чувство Заденит Религиозные То тебе там Голову отрубят То еще что-то Вот как Террористы Вот пример Вот И крестовые походы То же самое Вот Вам не кажется То что вот Пришествие Христа Приближается Закон Моисеев Был дан До времени До времени Прямо до времени Он временный Был закон Этот закон Был дан Как маленьким детям Люди были Настолько еще слабые И Бог дал Такой закон И этот закон Говорил Главное назначение Закона Через жертву Барана приносили В жертву Овец Козлов Быков Птицу Вот это было А зачем тогда А за тем Чтобы они понимали Без пролития крови Нет прощения грехов Согрешил человек Он должен Барана привезти Заколют Еще был козел Отпущение Отпускали его Все это Все это Говорило О жертве Христа Христос Пришел И теперь Истина Он говорит Я есть путь Истина И жизнь А вот теперь Люди В этой свободе Они Совершенно Не такие Как в Ветхом Завете У них там Были даны Такие правила Вот женщина Там нечистая Ты сел На ту же скамейку Ты нечистый Никуда не пойдешь Если человек Убил То смерть За смерть Глаз за глаз Око за око Зуб за зуб Как-то справедливость Надо восстановить А в Новом Завете Господь дал уже другое Вот это тело Все это временное Если тебя ударят По одной щеке По правой щеке Обрати вторую Снимают у тебя Одежду нижнюю Отдай ему верхнюю Заставить А мешок Нести километр Одно поприще Неси два В Ветхом Завете Было сказано Бей врага Ненавидь его И они воевали А Христос говорит А я говорю вам Любите врагов ваших Этого нет нигде Вот так мне плохо И я плохо сделаю Это у птицы Это у рыбы Это у животных Везде такое есть То есть закон был близкий к тому Когда Господь сотворил животных Это закон был А сегодня не так Сегодня дан человеку закон Которого в природе нету В одном есть волосы Чтоб мужчина не растил Длинные волосы Маленько пристриги Чтоб не были На глаза не падали Не даже бровей А стриги Если мужчина растит волосы Это бесчестье для него И бороду никогда не трогай Не говори Я там казах Кто по национальности Это казах? Да Ну вот Какая есть борода Такая есть А ну Разве это внешность важна? Говорят же главное Что внутри Ну да Ну как говорит же Христос говорил же Царство Небесное То что у вас внутри То что в сердце Вот это если изнутри исходит От избытка сердца Говорят уста Он сказал От избытка сердца От избытка что во мне Действуют руки От избытка сердца Господь наполнил Мою душу радостью Я милостыню раздаю всю Все от избытка сердца А Господь внешнего человека Не тронул Он вернулся И все законы Касающиеся плоти Остались А в Ветхом Завете Было так У Якова были Сыновья Двенадцать сыновей И дочка Дина Но она была любознательна Она пошла Там видно На танцплощадку А ее приметил Глаз на нее положил Сын Емор Сихем И Может домой пригласил Музыку послушать И изнасиловал ее Но она уже Сопротивлялась Не дала Заплакана Пришла А у евреев Было уже так Если ее Она женилась Она не девственница Ее надо было К дому отца Привезти и убить А если дочь священника Привезти к дому отца И жесть живьем Прямо в законе Моисеевым сказано Но она сказала Ну они тогда И Братья-то разгневались А они пришли свататься Он парень-то Неплохой был Отец говорит Давайте так Породимся с вами Чтобы вы Отдавали нам своих А мы своих Вам И так у нас перемешаются А Яков знал Это нельзя делать Семя избранное Я русский Не русский избран А евреи Евреи Бога избранный народ А 2896 Наций было 2896 Только евреи Избран Один Семь Авраам Вас называют Ибрагим Ну и что Они говорят У нас обрезание Обрезают А у вас не обрезаны Так а мы обрежемся Вот как обрежетесь Тогда мы будем То есть они хитрость заделали Когда если взрослый Обрезание То он болеет Особенно на третий день Он шевелиться не может И когда у них третий день наступил Они ножи Мещи взяли Ринулись в город И весь город Все мужское на истребление На истребление Мужское население Пустили За дочь свою Потому что Она была Очень обеще Обещещена Ну девушка Честная Нечестная Ну это понятно Сохранила девственность Или нет Обещещена Теперь Когда умер царь Нас А у него сын Там Амнон Кто А они были дружные С Давидом И Давид там Особую комиссию составил Люди поехали Выразить соболезнования Соседний царь был А у того-то Молодого парня Это ему лет 20 всего было И он говорит Это они пришли Не за этим Советники там Ну молодежь Это они пришли Высмотреть Где дороги Где запоры Да вы что Ну да Что же они будут Мы язычники Они избранный народ Они бы нам тут Они просчитались Действительно У них была Хорошая дружба С язычником Он помогал ему Давид ему там Баранов давал Они помогали Пилили там Кедры ему И вот взяли И половину бороды обрили Вот Услуг Давида Половина бороды Вот так вот И они вот С такой половинкой Остались И половину одежды Отрезали Одежда длинная была Ну а нет Что они сделали Руки скрутили Побрили Ну не убили Ничего Но они пошли А слуги то Скорее К Давиду Давид Над этой комиссией Которая Соболезнования Выражала Смотри Что сделали Да вы что Ибо они Говорят Были Очень обесчещены Дина Была Изнасилована Обесчещена А сегодня Если девушку Изнасилует Обесчещена Ну Царство Божие Внутри Но и снаружи Касается Как тогда Изнасилование Была строгой статьей Предай его смерти Насильника Так и в Новом Завете Это одна из самых Строгих статей Во всех государствах мира А у Где-то мусульман В Йемене Саудовской Аравии Там тебя сразу казнят И что он делает Там обесчещено А полбороды нет Очень обесчещено То есть Ты сам себя Все время насиловал Ты сам Насильник себе И Давид говорит Не пускать В Иерусалим У нас Сядь один город Проклятие Проклятый город Называется Там все проклятые Негодные Пусть там идут И живут Пока бороды не отрастут Поэтому Судить о том Что сейчас не надо Это люди не понимают О чем говорят Там Давид не пустил В земной Иерусалим А мы идем в небесный Рай называется Небесный Иерусалим У Христа была борода? Ну да Все говорят Мы должны Христу подражать? Ну да А апостолы с бородами были? Ну неужели же Они с бритным прибором ходили? Все их рисуют И иконы есть А пророки до этого Все были с бородами Все до одного А на кого ты похожий-то? Два есть изображения без бороды Иван Елисиан и Пантелеем Они были там лет по 14 Ну мальчишки Может 15 И вот теперь мы говорим Что означает борода Борода Это достоинство мужчины Что он хозяин Он не подкаблучник Подкаблучник это Перед бабой вертится все Поэтому если ты мужчина Положи на сердце Никогда бритву в руки не брать Тогда можно с тобой разговаривать Вот смотрим мы Борода Вот у наших Этот Выступает Дмитрий Смирнов Чаплин Выступает Севолод Ну борода То есть Вот такие Маленечко Прядь какая-то Вот изобретатель радио Попов У него бороденка Там как у Вьетнамского лидера Была Хо Ши Мина Ой Это несколько волосинок Но это народ такой Но они не трогали Не трогали Так это в Новом Завете Не имеет значения В Ветхом Завете Было написано Не женись на родной сестре Не открывай ноготы матери Некоторые с матерями спали Как у персов А в Новом Завете Не написано Можно спать с матерями Или что Не написано Потому что это касается тела Что касается тела Все остается в силе Бог нигде ничего не изменил Он пришел Изменить наше внутреннее отношение К греху И к святости Так что из головы Это выбрось А это было В Ветхом Завете Нет Вот заметьте Даже вот у мусульман У них усы греют А борода тоже должна быть У них там говорится Чем больше борода Тем Аллах сильнее любит Что такое Вот мы смотрим Ну смотри у Шамиля Какая была борода Вот Воевали когда с этими Тут Вы знаете его там Приехал он с Йемена Как его звали? Кого? Которые в Чечне Воевали против Российской Федерации Был один из Йемена А этот Рыжий Рыжий волос Который Нет Не вы рыжий Черный волос был Кто он? Как его звать? А я не знаю Как он? Которого отравили Через письмо Я не в курсе Честно Не в курсе У него такая вот борода была Вот такая черная Он женился в Чечне Ну посмотрите Найдете его А Шамиль это местный был Какая у него была борода Какая есть Такая и есть Вот так Я вот Когда вот В церковь ходил Ну когда вот Свечи ставил Это И тут Святой Отец Ну батюшка Позвал к себе Не знаю почему И он начал рассказывать Почему Ты сюда ходишь В церковь вроде молодой Потому что Ну редко в церковь ходят Молодые люди Ну я говорю Вот так С вам приснился То что вам рассказал Он мне рассказал То что Значит Господь Бог Тебя к себе призывает Потому что Бог своей верой Не каждое сердце пробьет Если у кого-то Каменное сердце Или что-то такое Вот Но он мне еще говорил То что Только Не стоит об этом Говорить с мусульманами Потому что Ну они очень вспыльчивы Могут тебя побить Ну еще Не дай бог Что-то еще Вот Ну с этим Я наверное не согласен Потому что Если Спасение только через Христа То почему Я не должен говорить Другим людям Да пусть я мусульманин Будет буддист Я же То есть Как Христос Должен же Как бы его На спасение Наверное Будет с собой тянуть Вот А священник Это говорит Не надо так делать Потому что тебя могут побьют Побить Или там что-то еще А вот Христос говорит Вы говорите Как Типа брать пример С Христа Типа подражать ему И так далее Он же не убегал от людей Он же наоборот К собой всех людей Притаскивал Чтобы они все спаслись Слушали его Вот Почему нынешние священники Ну Которые в бога верят Почему они С собой так же Людей не тащат А только Ну думают Не знаю О себе Или боятся Что их там Побьют Убьют Вот И Христа Вот так же убили Из-за того Что он там Нес слово Божье К примеру Вот А нынешние верующие Боятся смерти Нести слово Божье Из-за того Что они умрут Или побьют Их Ну от мусульман Даже так же Вот Хотя Мусульманы За Аллаха Умирают И даже взрывают Себя Пусть это может Не не истина Но я не знаю Я думаю Это неправильно То что Убивать самого себя Если бог уже умер За нас То почему ты должен Убивать самого себя То есть Жизнь это как Дар божий А ты берешь И убиваешь Самого себя Вот Ну как то так Я с этим наверное Не согласен У них там тоже Разделяется Как там На два Или на три Как христианство Православное Католитическое И протестантское Ну там Есть жениты И шииты Да Вот как Ну если уже Пошел за Христом Правильно говоришь Священники Должны идти На благовестие Это мы читаем Восьмая глава Деяния апостолов Когда апостолы Были в Иерусалиме Шли А потом до конца Вселенной пошли И все до одного Мужчины Женщины Дети Все проповедовали Церковь быстро росла А сегодня Вот протестанты Это для нас Они еретики Незаконные А они Идут и проповедуют А у нас Это очень редкое явление Редкое просто Так научено Это неправильно Ваше слово Абсолютно правильное Вот например Священник Вот даже он В любом случае Вот пусть будет В Сирии Или Ну Как там В Афганистане Он В любом случае Я думаю Он не будет проповедовать Христианство Потому что Его за это убьют Хотя он должен Хотя он должен Потому что Христос говорил Рассказывайте обо мне Чтобы люди смогли Спастись Ну как в конце Библии Как говорится Чтобы рассказывать Другим народам Чтобы они знали Кто я Где есть жизнь Где есть вечность Вот Люди этого не делают Они просто боятся смерти То что их убьют Хотя они Должны нести Слово Божие Если он называет Себя священниками Или святым отцом Вот Я думаю Как то Я думаю Что Бог Смотрит не только На то Что ты веришь В него Или Соблюдаешь посты А думаю То что Бог Еще и смотрит На твои поступки Твое сердце Что ты делаешь Искренне ли это Или нет Потому что Я еще смотрел Клиническая смерть Одна женщина Она Ну она Религиозно-православная Она икон Ну молилась Ну как бы Чистилась Вот Ну все делала По постам Правильно А по По поступкам Как человек Она много Ну бывала Врала Или что-то Еще делала Вот А потом Когда Ну клиническая смерть была Она рассказывала То что она была в аду Ну это ее Внучка рассказывает То что она Когда в клиническом смерти была Она увидела в аду Свою бабушку Она в огне вся горела Вот Хотя она Верила и в Христа Ну и И поклонялась И так дела Но по делам своим Ну как Христос говорит же Получите в судный день По заслугам И по делам своим Вот Я думаю Думаю что от человека И от сердца Тоже зависит Как бы Вот Ну не знаю Может я не истинно говорю Но я считаю так Это конечно тоже теория Но Вот И по делам своим Имеется ввиду Пусть даже Если даже человек Идет не по правильному пути Да Но Сердце он должен Все равно желать Мира Милосердия В любом случае Потому что Бог в первую очередь Смотрит На твое сердце На милосердие Потому что Думаю то что Любой человек Сможет Ну там Читать посты Как стихотворение Там и Куран Там пусть будет Библия Но Делать Как человек Делать добро По настоящему Действиями Имеется ввиду Не просто словами А действиями Как Христос Он сказал И действиями И действиями же Умер за всех Вот А люди Говорят только словами Словами Но в действии Они не делают В смысле Вот как говорю Не говори мусульманам Хотя он должен это делать Если Мусульманы Идут не по правильному пути Ну не по истине То Как священник Как если он идет По истине Он должен с собой Нести Как Ну Людей к истине В истину Вот Не знаю Вы поняли меня Или нет Ну вот Я понял Вот в Пакистане Там одна Женщина Она к колодцу пошла А другая такая Ревностная мусульманка А эта христианка стала Она говорит А что он ваш этот Основатель ригет И что он сделал Топутного Всю жизнь воевал только Там шестилетний В постель затащил себе Вы сами вспомните Что он делал Она его А это пошла И пересвистнула То есть Сказала Эту арестовали Женщину Посадили И теперь Митинги идут Миллионы людей Чтобы ее казнили Суд прошел Ее оставили в живых Значит Судью убить Судью убили Который вынес так То есть Сегодня Самое сильное Противодействие Вот это вот Озлобление Против христиан Имеет только ислам Ну да Они Злятся А это нет Вот Считаем Такая книжка Есть сейчас Одна Я осмелилась Назвать его Богом Отцом Это Бывшая жена Министра Пакистане Она стала Христианкой И там еще Два человека Уверовали Только уверовали И сразу Обоих зарезали Сразу же Да И она Как там Описывается Как она Балтис Фамилия ее Или звать Балтис Шейх Балтис Шейх Балтис Шейх Да Вот она Как раз Об этом И пишет Конечно С позиции Вечности Человек Что он Проигрывает Он выиграл Его убили Он в царство Небесное идет Как мученик Сразу Но не каждый На это решается Вот некоторые Живут И никогда Никому Из мусульман Даже о Боге Не скажут Ну ты если Видел ролик Я в доме Мулы Беседуем Видел ролик Этот Да Ну вот Я говорю им Спасение во Христе Он взял Я не касаюсь Там Их религии Я христианин Я Библию в руках А у них Библия лежит на столе А он Мула Тут же рядом стоит И я не трогаю И Коран Тут же лежит И Тора Я говорю О том Что написано В нашей Святой Библии Это единственная книга Которую Дух Святой написал Все остальное Как будто Никогда его и не было Не считая Святых Отцов Ну Я бы сказал Он обиделся Как он Он обиделся Ну Религиозные чувства Наверное Задели Я говорю Вот мы были в Баку И нас привела Его жена Нам нельзя Женщинам заходить А мужчины Можете туда Ну я пришел И зашел А у них Между двумя Видать намазами Перерыв был И они сидят Там Ну усы Побритые Такие Бородки Там подстриженные Ну не меньше Чтобы 6 сантиметров Была Это законы Все человечества А у нас Ни одной волосинки Нельзя тронуть Большая разница И они сидят Около стены И ребятишки Маленькие Около них Ну Я Мы в дороге были У меня носки Такие Неважные были Я их снял И босиком Босиком Разрешаются А внизу Разулися Я зашел Прямо в середину Мечети И стал кланяться Благословлять Бога А потом Последний поклон Как у мусульман Принято У нас так же Точно делается Головой до земли Колени и руки До земли Я молюсь Я слышу только Шорох Тут идет Я когда встал Они вокруг меня Наверное Все собрались А кольца в три Ровы Видно что Недовольные То другое Ну сколько Я не знаю Там Ну не больше Полчаса Были мы у них Они провожали Меня по плечу Хлопают Улыбаются Разговаривают Это Бог Сделал так Я сказал С какой целью Мы едем Как мы видели О Христе Что-то успел сказать Этого достаточно Бывает И поэтому То что ты Сказал Вот такое Там священники Не идут Абсолютно правильно Мы их к этому побуждаем А мы проехали Вот мы в Барнауле А проехали от Владивостока По карте Посмотри До Лиссабона При Балтику И Скандинавию Захватили Прошли Турцию С той стороны Шесть мусульманских Республик Я везде дарил Полный комплект Своих книг 38 книг Во все библиотеки У меня есть Мои книги В Чечне В Ингушетии Во всех этих Мусульманских Республиках И не было Ни в одном месте Где бы нас Плохо принимали Нигде Нет Ну Здесь Не от религии зависит А тут Я думаю От людей зависит Какие они добрые Или недобрые Бывает И Если даже Человек религиозный Но он очень злой Очень плохой Даже такое бывает Да И бывает такое Что если даже Человек не религиозный Пусть он даже будет Атеист Он делает по совести Но он очень добрый Он поможет человеку Поэтому это Поэтому Христос и говорит То что Будет судить По делам твоим Вот Имеется ввиду Это Не вовсе от религии А по делам Именно твоим Иногда говорят так Вот я встречаюсь Там не верующие Наживут Они лучше верующих Ведут себя Ну Мусульмане Да У них Строго Дальше такое дело И это сказали Яну Златоусту Это начало Пятого века И он говорит Чтобы быть добрым У человека Христианина Три причины Первая Ему обещана награда За добрые дела Когда он все отдал За бедными Ухаживает Детей кормит Ну то есть Он весь для Бога И второе Если будет делать не так Пить, курить, блудить Вот зайдет в эту каналу В рулетку Где собираются Только блудники одни Наверное Чай, рулетка Больше Глусного места нету На земле Наверное И 80% Мусульмане Это почему Это для них Это походные жеребцы Я им сказал За каждые 4 жены Тебе колын надо платить дома А здесь 44 Блудницы бесплатно И раздеты И все Одинаково все Зачем тебе здесь Да общение Какое тут общение Когда голые тела Мы записываем Он показывает Половой орган Вот так вот Показывает Мужчина Он штаны скинул И задница И кран свой Ну я что скажу Ну это уже Глупость Ну это здесь Ни в одном Нигде этого не позволят делать А здесь А я говорю А кто изобрел Эту рулетку А кто Мальчишка 17-летний Двоечник Я говорю На Дидвойке учился Андрей Как его фамилия-то Терновский Терновский И стал миллионером И уехал в Америку Я просто говорю Нас Господь послал В это ущелье ада И смерти И тьмы Чтобы людям Рассказать о Христе У меня сегодня Большая беседа С мусульманином была Я выставил ролик Вчера Уже больше тысячи Человек посмотрело Можете зайти И посмотреть Я знаю Во свете Библии Вы наши ресурсы знаете? Да Во свете Библии Да-да-да Канал Во свете Библии Все здесь написано Да Вот Зайдите на наш Ютуб И там увидите С мусульманином Беседа По-хорошему О Святой Библии И о Христе Заголок так называется Больше Я смотрел это видео Да Почти полтора часа Мы с ним беседовали Вот так Поэтому Сестра сказала Это правильно И мы должны быть Готовы Но Не каждый на это пойдет Да Но я думаю Еще то что человек Вот вы говорите То что Человек должен делать добро Потому что ему обещано Ну Вечная жизнь Рай Я думаю То что человек Наверное должен делать Не потому что Ему Бог обещал это А потому что Он так Должен хотеть этого Например Вот Бог Нас любит Подожди Не надо говорить Дальше Пошел не туда Он не может хотеть Доброе даяние Кто бы он ни был Баптист Мусульманин Если он добро делает Это от Бога Написано Доброе дело От Отца Светов Он даже не знает Это коммунист Фашист Нет Можно Перебить Нет Я не имею ввиду Это То что Да Вы говорите То что Не имеет желания Но Если даже он Имеет желания То эти желания Дает ему Бог Это как говорится Да Я дал тебе эти желания Вот например Но человек Я имею ввиду Вот например Не из-за того Что человек хочет Там Свои сокровища Да на небе Там забрать А просто из-за того Что он сам этого хочет От сердца помочь Просто Например Бывает же От сердца Бог ложит Да Он не может сам У него человек Это животное Дикое и страшное А почему Например Вот котенка Когда пьют Бог выбрал Это мусульманин Или язычник Буддист Или православный Разница нет Бог берет сердце И делает человек То что он даже Не думал делать Вот в этом Вся история Всякое доброе Даяние От Отца Светов Вот чтобы быть добрым Награда обещана А человек по неволе думает Наказание за это И третье Вспомоществующая Благодать Божия Бог помогает А Златонус говорит И несмотря на это Это у христианина Есть У каждого А он не верит Где-то И поэтому он Куролесит Бывает и пьют и курят Но если у другого Этого нету Не обещание рая Вот у мусульман Обещание рая есть Наказание У них тоже есть А по существующей благодати Они даже не слышали Не знают Это дает Господь Христианам За веру во Христа И если Есть люди Люди хорошие Не пьют Каждый старается Захватить Как можно больше Гаремы свои Там устраивают А этот И они начнется Сверхный тот режим И в это время Загорелся дом А в этом доме Дети Ему надо бежать Скорее Он злодей Как пират А он ничего нет Он все бросил В горящий дом Ну конечно Его и взяли И казнили Вот и все Почему Это внутренне Бог его побудил К этому Спасти малых детей Он суровый Суровый Беспощадный Такой Как вот Шамиль был И несмотря на это Вот так Как вы думаете Ну по вашей теории Вот когда Настанет судный день Иисус Простит ли тех Людей Которые пошли Не по верной пути В смысле по религиям Ввиду Тех же буддистов Или мусульман Как вы думаете По религии Мы считали об этом Верующих Сына Божия Имеет жизнь вечную А неверующие Не увидят жизни Гнев Божий Пребывает на нем Гнев Божий На нем Кто не принял Кто это Коммунист Фашист Демократ Мусульманин Разницы нет Они не приняли Христа за спасителя Который умер Нет Которые даже Не знали Имей ввиду Об этом вообще Даже не знали Это другой вопрос Если никогда Не слышали Где-то там На Мальтийских островах Они там были Где-то в Новой Зеландии Или в Китае Не слышали Но Бог судить его Будет по совести Его совесть То оправдывала То судила И Бог является Через совесть Вот допустим За 1600 лет До Христа Да Математика Это разбираешься как Это до Христа 1600 лет Моисей написал Первую книгу 1600 лет А от Адама Уже прошло 5508 5500 Отними 1600 Это почти 4000 лет Люди жили Без закона Бог действовал Через совесть Которая то судит То оправдывает А когда совесть Уже запачкана Стала Сожженная Тогда Бог дал Писанный закон Читайте А до этого Не было закона Совесть Человек И была Закон Это мы считаем В одной из древнейших Книг Библии Называется Книга Иова Перед Псалтирью Она одна такая книга Когда пришли Ангелы И среди них Предстал Сатана Перед Богом На небе Где он там И Все докладывают Кто за кем там Стерег Кого От опасности Избавлял И Сатана Стоит А Господь ему Говорит Ты где был Он говорит Я всю землю Обошел Я вижу Какие эти люди Верующие Зануды Только себе Гребут Это я уже Расширяю Как это А Господь говорит А видел Раба моего Иова Какой он Благочестивый Самый богатый Человек Он тысячи Тысячи Кормит людей Он всем Помогает Для него Все родные А ты зряли Конечно У него Сколько У него Овечник 200 тысяч Вереблюдов 5 тысяч У него Семья 10 человек Детей 7 сыновей 3 дочери А вот Ты его Самого Отними От него Все Будет ли он Тебя славить Ну Господь Испытание Началось И вдруг Ветер налетает Они там В одном доме День рождения Справляли У братьев Поднял Крышу Ветер И ударил И всех Убил Сразу У них Мозги Смешались С кушанием И прибежал Один И говорит Так и так Ветер Бури Из пустыни Это сатана Из пустыни Он говорит Бог дал Бог взял Не сказал худого Один прибегает И говорит Там напали немцы Все вырезали Всех людей И скотину угнали Он говорит Бог дал И Бог взял Все еще сказали И когда пришел сатана На другой раз Господь говорит Ну как Ты меня побуждал Против него Ты видел А сатана Не признается Он Конечно Это все внешне Это все внешне А вот давай Я его самого возьму Болезнью Проказой Холеры Чувы ему дам Господь говорит Делай Только не убивай И он напал на него И поразил проказа От подошвы ноги До темени головы Лепра Неизвечимой болезнью И он Прокаженный Должен быть за стенами города Он там сидел На навозной куче И скоблил тело свое Черепками Гной Выдавливал И говорит Бог сделал так Как ему надо Да будет имя Его благословенно А жена говорит Бог убивает грешников А тебе и смерти нету То бы ты согреши Похули Бога И он убьет тебя И мучиться не будешь Он говорит Ты как одна из безумных Ну неужели За добро Бога славить будем А за злое не будем И когда сатана пришел Господь его спросил Сатана ничего не мог сказать Кожа за кожу А вот и кожа за кожу Он устоял То есть Иоанн Затауз говорит Так Он чистил И так гной-то себя А ребра Так как стропила И он говорит Через ребра Сатана увидел Сердце Закрыл глаза И бежал Оно пылает Любовью к Богу Как одному Делали операцию Который с Наполеоном Пришел-то На сердце операция Он говорит Смотрите внимательно Вы должны увидеть Изображение Моего императора У христиан было такое Сердце разрубали А там видит Образ Иисуса написано Он им живет И поэтому В этой книге Евы Мы научаемся Великому терпению К нему пришли Три друга Близкие Хорошие Князья И стали говорить Тебя еще мало Бог наказал У тебя какие-то Скрытые дела Были Бог зря не накажет Вот так тебе и надо И он тогда Не выдержал Давай кричать Господи Требую суда Я буду с тобой Судиться Я прав Выйду Я все отдавал Для людей Почему на мне это И дальше Как развивается Эта история Он не сисюкал Он с Богом Разговаривал Как будто бы Это друг какой-то Его Книга Иова Многострадального Мы должны это считать И вразумляться Так А зачем тогда Бог в нас Вложил волю Например Вот говорим же Да будет воля твоя Вот как Отче наш Да будет воля твоя Вот как читает молитву Вот А зачем тогда Бог создал Нашу собственную волю Для чего имеется в виду Если Воля всего лишь одна Имеется в виду Вот И если он нас создал По образу Подобию Подобию То он же как идет Создатель Бог Он создатель Он создал Вселенную Наш мир Нас Значит и человек Может создать в себе Внутри рай Или ад Или там судьбу Как говорят Есть то что Все Ну высшие силы Могут твою судьбу Изменить И есть И есть такое Что ты Кузнец своей судьбы Вот Ну Мы считаем это У Достоевского Федора Михайловича Он говорит Дьявол борется с Богом А поле битвы Сердца людей На какую сторону Ты станешь Там и победа будет тебе А вот воля А Бог как раз И сотворил Человека свободным По образу своему И волю эту Ты можешь теперь Употребить Для Бога Вот Арсений Был великий Он воспитатель Царских детей Был Гонория Аркадия И там он За провинность Аркадия Сильно отпорол И тот сказал Как их отец умрет Я его убью И он бежал в пустыню И он спрашивает А почему ты здесь В пустыне Он говорит На небе Тысячи ангелов А воля одна А на земле Тысячи человек И тысяча воль Поэтому я от людей И бегу Правильно И молим И Господь дает Чтобы его воля была Воли Бога нет Чтобы мы грешили И так Нет Воли Отца Небесного Чтобы погибла Одна из овец Нет И мы должны знать Писание И знать Чего хочет Бог От нас А человек Не знающий Писание Он слепой В послании К Риминам 10-17 Говорится Вера Отслышание Отслышание От Слова Божия От какое Слово Божие Одно оно называется У него три названия Вот видно Нет Да видно Вот она Святая Библия Я вот во сне Такую же книгу Вроде видел Только она была Очень огромная Я помню Да 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 Вот такая же книга была Такого же цвета Видно видно И Она была Очень огромная Она была Больше чем я Больше прослона не надо Я сказал не надо Хреста не было Поэтому чтобы не ошибиться Чтоб Сатана не закрутил Он сегодня одно покажет Завтра другое Он тебя размотает Нету Отодеть меня Сатана А если я не поверил А это настоящий Господь Златоуз говорит Не осудит за это Я из осторожности побоялся Вот сейчас явился ангел А кто я такой Чтобы ангел был Ну поклонись мне Ангел не будет требовать Поклонись Я скажи Богу Одному кланяюсь А бывает что И поклониться надо Если ангел А если поклонился Это Сатана В таком возле пришел Они с тобой будут играть Как бадминтон Тебя перекидывать С места на место Исааки Пещерский Так вот поклонился И с ума сошел Они до утра И мы играли Как по волейболам Он перестал есть Не знает как есть Что есть Кажется больше года Не ел ничего Вот Если любовь Если Бог Это и есть любовь Как совершенная любовь Он говорит Я есть совершенная любовь То почему Бог создал зло Если В любви Не может быть Ни капли сущности зла Вот этот вопрос Самый трудный Можно сказать И на него есть Ответ И ответ такой Косвенный Косвенный Я сейчас закончу Иоанн Затаус говорит так В Библии написано У апостола Павла Чтобы в пресвитеры В священники Ставили Не ставили Из новообращенных Только обратился В Богу-то И сразу из него Священника Нет Чтобы он Не подвергся Осуждению Дьявольскому Как тот Пал из-за гордыни То есть Вот образ А в другом месте Написано Завистью дьявола Смерть вошла в мир А почему дьявол Пал? Зло это дьявол Вот эвол Это одно и то же слово Дьявол и зло Это одно и то же слово Лев Толстой переводил Неодушевленное зло Но это личность Личность Которая говорит Которая знает Которая просит Которая нападает Ходит как рыхающий леп Еще кого поглотить И поэтому Вот Если мы верим Слову Божию То мы сразу же Должны понять Происхождение идет От гордости Другого указания нету Он пал И написано Горе живущим на земле Ибо к вам сошел Дьявол великой ярости Там шла война Архангел Михаил С ангелами И они свергли его на землю И он теперь ходит И рыскает Кого погубить Он изобретет Тысячи религий В Библии неправильно Христос не умирал А то другое Это все дьявол делает А то дьявол может Только А почему Апостол Павел Пишет галатам Если бы даже мы Апостолы Или с неба Ангел будет говорить Не то что мы проповедовали Да будет Анапима Проклятие ему Вот как И поэтому Нам не надо касаться Никаких религий Говорят Христос Жил и умер У нас есть такое кредо Верую В церкви поют хором Верую во единого Бога Отца Вседержителя Творца неба и земли Видимым же всем и невидимым И во единого Господа нашего Иисуса Христа Света от света Бога истина от Бога истина Он Бог Рожденно Несотворенно Единосущно Отцу Им же вся выше То есть Мы об этом говорим А то бывает так Собрание какое-то На площади Мусульмане стоят И мальчишка Ну может быть Вашего возраста И русский Он говорит Мы вот дружим А там оратор Мусульманин Стоит за кафедрой Ну все это Все это значит Придумано Понятно И вот он спрашивает Ну если ваш товарищ хороший Он за кого Христа признают Он говорит Ну как Бог А теперь спроси его А он стоит Тоже мальчик Тоже Они свое Может мусульманина поставили Чтобы разыграть это И говорит Ну Он все должен знать Бог Он говорит Конечно Так Иисус все знал Все Он говорит А как же послание Это Евангелие От Марка написано Когда спросили Когда будет кончина мира То Иисус ответил Никто не знает Ни ангелы Ни сын Так Иисус знал или нет Если скажет нет А как нет Когда написано Не знал Не знал А там Гаврилл знал Как Там написано Если он Бог То он должен знать А тот Который Вверху И все Ха-ха-ха Мусульмане Запутал его И все Это не Бог Это пророк Он не умирал Они крещат ему А я знаю Эту режиссуру Потому что Грех Это трепещет 320 миллиардов клеток А как Бог Он подчиняется Да будет воля Твоя Господи Дай мне славу Которую я имел У тебя Прежде бытия мира Прежде бытия мира Не от Марьям родился Прежде бытия Вселенной Ни одной молекулы Не было А Иисус уже был Ему нет начала Он равен Отцу Во Святой Троице Три едино Это Бог единый Мы не многобожники Это Бог Единый И написано Три свидетельствуют на небе Бог Слово Это Христос Говорит Дух Святой Определенно И четко И ясно А вот Как понять Отец Небесный Это то же самое Что и как Иисус Да Вот как Нужно образ Бог Отец Это первое лицо Троица Иисус это второе лицо Троица Дух Святой Третье лицо Троица А кто такой Дух Святой Это типа женщина Лицо Троицы Повторяю Он явился в виде голубини На Иордане И все Дух незримо приходит Вот говорит Ты стоишь Ты слышишь Как ветер жужжит Дух дышит где хочет И голос его слышишь А не знаешь Откуда приходит Уходит Духом называется ветер Жужжание Ты слышишь А ты не поймешь Откуда он пришел Ты рукой махнул туда А на самом деле Он оттуда пошел Вот так Господь Когда сердце касается Вот я когда покаялся В 23 года Меня коснулся Дух Святой А я на коленях стою Первый раз в жизни Молюсь со своими словами До 23 лет Я знал что Бог есть Я в старобряческой семье родился Посты все соблюдали Я знал нельзя воровать Материться Я еще ни одного матерка не сказал А мне 80 лет уже И женщинам не иметь дела Меня Бог спас Почему и память сохраняется Память съедает блуд женщины Мозги поражают Все проедено во всех направлениях У тебя ничего не будет Ты сейчас смотри Что-то вспоминаешь А там ничего не будет Не будет Блудник скудаумен Это один из самых Пакостных грехов Делающий грех Он не вне тела А с блудницей Соединяется в одно тело Это я попутно хочу сказать И вот здесь Когда в Библии Бог открывает Тогда я открываю Вместо Писания И показываю Вам священники Это не показывали А как это сделать А как Доверься Богу Господь говорит Я поведу тебя И Бог И человек А как понять Это не дано понять человеку Это слишком далеко И как образец Берут видение Которое было Блаженному Августину Он по берегу моря идет Ну и думают Как так вот Бог Отец Бог Сын И Бог Дух Святой И три это одно И смотрит мальчик Такой красивый Сидит Потом вскочит Раковину в руке Волна набежит Он подчерпнет из нее И на берегу там ямку вырыл И выливает Ну вылил она Песок-то ушло Он остановился Постоял А он бегает туда-сюда Он говорит А что ты делаешь Да вот это море Хочу в ямку вместить Чтобы было Так она же у тебя Песок уходит Да разве такая маленькая ямка Вместит И он повернулся к нему Говорит А как ты думаешь О Боге невместимом Вместить в эту коробушку Маленькую Когда еще забываешь Дырявое Ты как можешь вместить-то И вдруг все исчезло Никого нету И он развернулся Домой Господи Прости О чем я думал-то Это Бог открылся Мусульманам так не открыто Они этого не знают Почему Потому что Не Бог открыл это Жил там рядом Их основатель Были евреи Рядом еретики Он любознательный был И многое узнал Но многое и не узнал Я вот вчера разговаривал С мусульманином Я говорю Вы знаете Сколько ваш основатель религии Сколько сделал Военных сражений Это Нет Мухаммед Я отвечаю 72 И только два Были оборонительные 70 захватнические Грабил Караваны И прочее Еще сравнивать Когда Господь Отдай все А я караваны граблю У нас написано На женщину посмотришь С вожделением С пожеланием Уже засчитывается За прелюбодеяние Уже прелюбодействовал А у вас четыре Нужны нету Один женится Двухсотый раз Но только что На время не было двух Это четырех Больше четырех Он соседу задавал Кричит Мухаммед Ты дома Дома Я с этой развожусь Айшу я выгоняю Ты слышишь Слышит Второй раз Мухаммед Я развожусь Да я слышал Третий раз Все Она не имеет права В дом войти По закону Все Что на шее Почему не на шее Много там навешано Это ее богатство Это ее банк Она если беременна Должна родить Год откормить сына И со двора долой Он не имеет на ней Теперь права Жениться Он уже развелся Они серьезные люди А у нас Этого ничего нету Но Один женится Каждый раз женится У него Кого-то надо привезти Он одну выбрасывает жену Другую берет А это не запрещается А у нас запрещается Если первая жена взял Она на другой день Там в аварию попала Ну ты второй раз Можешь жениться Ну на два года тебя от церкви Уже отлучают А бывает так Что и Эта умерла в родах А ему всего 25 лет Он снова женился Третий раз Их повенчают И сразу обоих отлучают На пять лет от церкви А четвертый Четвертого нету Это разврат Я говорю А у вас четыре сразу Что это сравнивают-то Это небо и землю сравнивают Я говорю Что такое рождение свыше Ты знаешь Вы даже не слышали А у нас это самое главное Иисус говорит Если не родишься свыше Не можешь увидеть Царствие Божие Полностью природа Должна перемениться И дальше Кто Духа Христова Не имеет Тот не его Добрый Хороший Ты все отдал Духа Христова нету Ничего нету Это тебе утешение Ты получил свое Где написано Послание Кринвина Восьмая глава Девятый стих Я говорил проповедь В московском храме Как-то Православные-то не знают Это жить На молитве Я показываю Беседуем как-то Ну и Я спрашиваю Мусульманина Я говорю Что самое ценное Мусульман Он не знает Ну Содружество Это из того Проистекает Из первого Самое главное За что вам надо Держаться Двумя руками Чего у нас Христиан нету А я это видео Смотрел Час рулетки Намаз Да Пятикратные А мы молимся Семикратные Так у вас Пятикратные Входят утренние Вещерние молитвы А мы утренние Вещеры не считаем Это у нас Девять будет Ну а Многие у вас Так молятся Да на десять Человек может быть Один А у вас все Вот в этом разница Почему У вас жесткая Дисциплина Он не будет ходить Они его вышивут Ему не продать Не купить Ничего нельзя будет Он уже под печатью Находится А у нас свободно Мы знаем Откуда это идет И когда мы это знаем Мы должны Понимать Видеть Хорошее везде Вот я говорю Как Я с мулами Беседовал Как-то в Санкт-Петербурге Там видимо И мамы были Двое вернулись Из Хаджа В Мекку В Медину ездили Ходили там пешком Я их спросил О девственности Сколько сохраняется До брачной ночи Они меня даже не поняли Как сколько Сколько есть Столько есть Сто процентов А у нас До войны еще такое Там Восемьдесят девять Было процентов У русских А сегодня Девять процентов Не найдешь Она в седьмом классе На вторую букву Алфа это называется Да Я тогда еще Одно видео Нашел Редкие слова Иисуса Что ли Там написано было Что Как Точно я не могу Не могу сказать Потому что Не помню Давно смотрел Но там В каком-то В стихе Что ли Было написано То что Люди От того Что вы многословны То что вы молитесь Много От этого толку Не будет В смысле От вашего многословия Вы подобаетесь Как язычеству Вы Просите И просите Там Ну Не в смысле Как я грубо говорю А там Как-то он так По-стихотворенски Вот Если хотите Я вам это видео скину О делах ненужных Он пошел Господи У меня телега Несмазанная Вот Как бы Дай мне там Как один едет А машину поставить негде Он Господи Ну все Машина Машина Я обещаю С тебе сейчас В течении года Мяса не буду есть А потом машина Отъехала Только там А он туда Господи Не надо Я уже нашел стоянку Нет Не в этом смысле А в смысле Там имеется ввиду То что Ладно Скажу По своими словами То что Не надо Молиться Как маленький ребенок Просить И просить Просить Сделай сам Ты должен делать сам Для этого Ты Ну в смысле Вот так Внимательно Только слушай Дело вот в чем Что молитва Трех ступеней Первая Просительная На ней христиане Буддисты Коммунисты Все Дай Дай Помоги Спаси Защити Просьба Вторая ступень Выше Благодарение Вот у меня Ну Любимый человек был И внезапно Он умирает Я должен Бога Благодарить Господи Я благодарю тебя За все Ты знаешь Что нужно сделать Он лежал Семнадцать лет Парализованный Мы такие друзья были И вдруг он умирает Он отмучился Своё Второе Благодарение За все Благодарите Ибо такова Вас воля Божия Во Христе Иисусе Первое Фессон Викистам 5.18 Определенное место За все Благодарите А в другом месте Написано Непрестанно Молитесь Непрестанно Без молитвы Мы ни одной минуты Не можем жить А почему А третья ступень Ангельская Славословие Мне не надо Ничего Я всем доволен Я славлю Слава Отцу и Сыну И Святому Духу И ныне И всегда И во веки веков Аминь Аллилуйя Ангелы день и ночь Бога славят на небе Свят 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 Господь Саваоф Наполнивший Небо и землю Славой своей А архангелы Поют миллионы лет Одно и то же И это не Не как-то там В ущерб А так и должно быть То есть Непрестанно Должны молиться И просить Божественного Я вот непрестанно Иду ли где-то Я размышляю И молюсь Господи Вот здесь люди живут А вот там в Сирии Дети покинутые Никому не нужны После войны Я посмотрел Ужасно как Я каждый день молюсь Господи Детей сирот Спаси Помилуй Я прошу Не себе чего-то А Господь говорит Непрестанно молитесь И вот Женился один человек С женой А детей нету Любят друг друга Обнимаются Спят вместе Беременности нету У евреев Придумали Там если 7 лет Беременности нету Я не знаю как Но мне известно То имеют право Развестись Почему Солдаты Ножной армии А мусульман Она любая молится Пять сыновей Господи Дай мне Аллах Я посвящу их Аллаху Здорово как Пять сыновей И все для Бога Я ее мысли говорю Так вот Надо знать О чем молиться И как Живут 19 лет 20-й год Детей нету А он молится И молится И вдруг 20-й год Забеременела Сразу двойняшки А кто это такой Исаак Сын Авраама И жена его Ревекка А да Он в старости 20 лет была неплодная И поэтому Непрестанно Надо молиться Непрестанно А вот это Отдельные Времена молитвы Которые есть Вот я допустим В 7 раз должен быть А ты скажешь А у нас молятся 5 Ну это надо собирать У вас молитвы длиннее Может быть Нет Я не особо отношусь К это В Евангелии Лицемерно долго молятся Лицемерно долго Это про нас говорится У нас богослужение Тут старобрядство Бывает 6-8 часов Ну у них Это мне просительно Эта молитва Не осуждается Там непрерывно Словословия идут Прошения Благодарения Это не так Они одну молитву Вначале И Ну как вот Казах Раньше было Там какой-то у вас Певец Акын Назывался-то И он едет На лошади И поет Паровоз бежит Черный дым Труба Самолет летит СССР Москва Он что видит То и поет Эх вы русские Не понимаете А понимали бы Плакали бы все А то уже в насмешку Может быть говорится так О чем попросить Вот у нас поется Чудное озеро Геницарецкое С чистой Кристальной водой Ты отражала Христа Назарецкого Весь образ святой Ныне он Духом своим Поселяется В наших Счастливых сердцах Что же не ясно Он так Отображается Как Отображался В водах Будем как Озеро Геницарецкое С чистой И светлой душой И отразится Христа Назарецкого В нас и образ Святой Видите как все Это поет человек А другой Поет другое Не хотел бы я Бесплодным К тону Господа Прийти Хоть одну Хотел бы душу Сноп Один В руках нести Вот у нас часто Поется Отче наш Всем народам Поется Верую поется Верую В единого Бога Отца Ну Иисус да Говорил Что надо молиться Отче наш Вот Насчет зла Вы Не знаете Полного ответа Кто создал Зачем Бог Создал зло А вот В исламе Минутку Не создал Это Допустил Зло Господь допустил Через гордость Сатане А от него Завистью дьявола Смерть вошла в мир То есть зло наивысшее А дьявол Сатана же Он изначально Был ангелом Созданный любовью Люцифер А потом Он что-то разозлился И хотел стать Богом А потом Он сражался На небе И стал сатаной Исайя 14 глава И Иезекииля 28 И Откровение 12 Это вот три места Которые говорят Как эта трагедия случилась В исламе Говорится То что Аллах Наоборот Создал зло Он сам же Создал зло Для того Чтобы люди Ну Как Были Некоторые люди Хорошие люди Были в раю А плохие В смысле В аду Смысл Сатаны В смысле Его работы Вот для этого Создал В смысле Бог не творит зла Он не может его делать Это не его природа Нет Я имею ввиду В исламе имею Не в общем Неправильно С этим как можно согласиться Бог творил бы зло Да Какой же это Бог Это пиявка какая-то Вот так вот И Православие Говорят то что Вот НЛО Вы верите То что они существуют Ну Инопланетя Является НЛО это бесы Демоны являются Да Православие Говорят то что это бесы Почему бесы А некоторые люди Говорят то что Ну вот как Скептически Которые относятся Это Люди воспринимали В древние времена Их за Бога Вот как Даже Христос Говорил же На круглой колеснице Улетал на небо Вот как в Библии Кажется Пророк Илья Ну Иисус Когда он уже Возгрес Он уже в конце Вознесся Он просто поднимался Колесница у Ильи Была пророка А у Иисуса Колесницы не было Он просто стал Возноситься Подниматься просто Кверху И скрылся в облаках Вот И Почему Вы Воспринимаете НЛО Ну как За бесов Вдруг это Вдруг это Борьки У Серафима Роуза И так понятно Вот группа Дятлова Погибла Кто ее там погубил то Ребра изломаны Они одного синяка нету То есть Они внутрь вашей Ломали ребра изнутри Я везде выставил Наши ролики Мы Объясняли это дело Слышали о группе Дятлова В 59 году 1 февраля В Свердловске Там кажется В то время было 9 человек Пошли Гора Отортон Там Манси живут Она называется Не ходи туда А они пошли Решили доказать Очевидно что Никакого бога нет И не чистой силы нет И когда у них в палатках были Видимо Эти черти то явились И они палатку разрезали И Раздеты И выскочили Все погибли 9 трупов И по сегодняшний день Сотни роликов Запиши Перевал Дятлова Запиши Перевал Дятлова И там ты увидишь С одного на другое На первом месте Мои Мои выражения Там на форуме Взял я Бесы Бесы сделали Не КГБшники сделали это А перед этим Видели Там летают Какие-то Блестящие Светящиеся объекты На уровне Как человека На этой горе Я не знаю Сфотографировали его Последний снимок был Это демоны Это не ракеты Ракета так не летает Медленно Это нет этого То есть Имеете ввиду То что демоны Владеют Типа технологией Или как Никакой ему технологии Не надо Это его свойство Передвигаться Нет Ну у них же тарелки Обычно Ну это он показывает Никакой тарелки Там и нету Он показывает это Показывает Что люди видят тарелку Ему зачем она тарелка Тысячу лет являлся Без тарелки А сейчас он запутался В тарелках Нет Ну лично сам В смысле Я на небе видел Близкое даже Он даже парил На небе Даже рядом Даже сфотографировал На самом деле Этого нету Это обман Обман зрения Вспомните Про Тови А? Про Тови Ангел С ним рядом шел А он потом говорит Ты просто это видел Что я ел Ну да Даже ангел добрый Рафаил Шел Это книга Товито И он ел А пока расставался Говорит Я тебе дал видимо Что я ел А я не ел Не ел Так и здесь А это не чистая сила Она соблазняет Он может на корабле На велосипеде подъехать Ему какая разница Но люди Вот падки на это Вот летающие Йети какие-то Не могут поймать Поймали там Какого-то Снежного человека Да тут бежал он Нет ничего Это демоны Демоны Соблазняют людей Чтобы они доверились им У меня еще какие-то Вопросы были Я что-то забыл Довольно Сегодня мы много Разговаривали Так А у вас времени нету Да уже А У вас времени уже Заканчивается У меня Все Все Уже Достаточно У вас перегрузка будет А все Хорошо И вот этот ролик Большой Я может быть его поставлю Только через 10 дней Заходи Да Все Хорошо До свидания Тогда Храни вас Бог Да Если кто-то будет что-то против Что-то говорить Ну можешь тогда В скайпе сказать хотя бы Сначала написать надо Нет Я не против Да Нет Я не против Никогда ролики не убираем Поставлены для пользы людей Мы говорили о хорошем Мы ни на что не претендуем Я считал Библию Так написано В Библии Все Ну с Богом Если Какие-то вопросы будут вам Написать Дайте звонить Не раньше Как через 2 недели Все хорошо Потому что у меня времени Абсолютно нету Все хорошо Ага Храни вас Бог До свидания Храни вас Господь Во славу Божию Сбереги себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому